Привет, привет! Давно я вам не показывала ничего нового из того, что я заказываю для скаранбукинга, а между тем у меня приходит довольно много интересных материалов, и сегодня я вам их покажу. В первую очередь я хочу с вами поделиться своим небольшим открытием, а именно это мастерская Ева. Эту группу я нашла вконтакте, они изготавливают в основном чипборд и трафареты. Я заказала вот такой вот чипборд на пробу, мне очень понравились дизайны, такая вот натуралистичная прямо травка, качество чипборда тоже хорошее, он плотный. Также я заказала у них трафареты, хочу сказать, что выбор трафаретов действительно большой, и коллекция постоянно у них пополняется, можно найти на любой вкус. Есть более такие вот универсальные рисунки, есть оригинальные, которые я ни у кого не встречала, так что если вам интересно, заглядывайте, я думаю найдете точно то, что вам придется по душе. По качеству трафаретов, качество трафаретов мне понравилось, вот эти вот немножко помягче, маленькие, а большой, к примеру, вот такой вот, помимо того, что имеет очень интересный геометрический рисунок, еще и по качеству, как мне показалось, не особо уступает трафаретам Тима Хольца. То есть я не знаю насчет плотности пленки, в этом я не очень понимаю, но вот так вот просто вот на практике мне показалось, что по плотности Тим Хольц и вот эти трафареты одинаковые. Также они изготавливают такую очень необходимую в скраповом хозяйстве вещь, это прозрачные анкеры, они действительно прозрачные, очень аккуратненькие, гладенькие. И что у них есть к этим анкерам, это то, что вот в комплекте идут вот такие вот маленькие колечки, которые позволяют анкеру поднять, если подошка более толстая и просто так анкер не закрывается. Сами знаете, что это такая классная вещь, потому что не всегда получается подобрать, чтобы такого под анкер подложить. Затем давайте я вам покажу бумагу. Здесь у меня три набора. В первую очередь, вот верхний у меня лежит, это набор Scrabberries. Вот такой вот он яркий. Как вы знаете, если вы смотрите мое видео, я использую обычно более такую пастельную, нейтральную бумагу, но когда я увидела эту коллекцию, поняла, что я обязательно хочу ее приобрести и сделать из нее прямо что-то такое безумно яркое в стиле Боха, потому что сами принты здесь вот прямо просятся, чтобы из них сделали совершенно необыкновенный альбом. Первый лист вот такой, он березовый, с каким-то вот мелким таким фоновым рисунком. Эта сторона с совершенно невообразимыми пуговками. Я заказала еще дополнительно такой лист, чтобы можно было использовать обе стороны. Бумага плотная, вот ее прямо на теплопрак приятно держать. Не могу найти плотность, но она действительно такая жесткая. С ней приятно будет работать. Второй лист выглядит вот так. Это какие-то прям вот индийские ткани с ручной вышивкой. Очень красивый цвет. С этой стороны что-то наподобие винтажного кружева. Следующий лист. Здесь такой лен, перышки и светлое такое кружево белое. Деликатный рисунок. А с этой стороны поярче. Такие красивые акварельные перышки. Я даже заказала чеборд специально подходящий для этой бумаги. Осталось только найти время, чтобы воплотить все идеи в жизнь. Вот это подсорный лист, который я уже говорила. Положила его в набор. Вот такой лист с летящими птичками. С этой стороны он такой вот, как будто бы текстурный, краской забросанный. Коль шнурочкой. Лист с перышками. Красивые, красивые, нежные, в то же время яркие перышки. Вот такой лист, как будто бы потертый. Этот лист я вам показывала. Вот смотрите, какой тоже красивый лист. Тоже с перышками. Но вот он совершенно невероятный. А с этой стороны досочки. Сложно представить себе более универсальный принт, чем доски. Следующий лист. Это лист для вырезаний. Здесь надписи. Цветочки, бабочки. Вот такой ловец снов. Ту бумагу даже гладить приятно. Вот видите, я постоянно рукой по ней провожу, потому что мне нравятся тактильные ощущения от нее. Эта сторона нейтральная. И второй лист тоже для вырезания. Тут карточки, надписи. Можно целый альбом составить практически из одной этой бумаги. Вот такая вот коллекция. Я очень довольна, что купила ее. Затем вот такая вот бумага. Как-то я неправильно ее собрала. Это бумага Лемонкрафт. Коллекция достаточно старая, но я этой бумагой никогда не работала. Поэтому заказала на пробу, чтобы посмотреть дизайн и посмотреть качество бумаги. Ну, бумага тоже плотная. Я думаю, кто работал, знает, что это бумага хорошего качества. Здесь на бою всего 6 листов. Поэтому либо его нужно дополнять еще какой-то бумагой, либо заказывать два набора, если вы хотите сделать действительно большой альбом. Это титульный лист. Вот такой вот лист. Голубой, с цветочками, с кружевом. Причем кружево, вот видите, похоже на ананасы приморские. С этой стороны надписи. Клетка. Очень красивая цветовая гамма. Бирюзовый с коричневым. Люблю это цветовое сочетание. Досочки с розами. С такой потрескавшейся краской. Еще бежевый лист. А с этой стороны, ой, совершенно невероятные доски. Сегодня прямо мой день. Я очень люблю и доски, и это цветовое сочетание. Для меня это идеальный лист. Листочек вот такой вот нежный. С рисунком. С надписями, с цветами. Вообще вся эта коллекция нежная. И цветовая гамма у нее очень красивая. Вот такой лист. Еще досочки. Такие более натуральные, коричневые. Такой листик. Мне кажется, хорошо подойдет для свадебного альбома подобная бумага. Особенно если еще свадьба была в таких цветах. Это будет идеально. И, наконец, вот такой вот набор бумаги. Я его давно хотела, заказала. Бумага называется Фотосинтез. Совсем недавно девочки с Храп Академии творили альбом из такой бумаги. Я, к сожалению, не успела. Но точно знаю, что из этой бумаги альбом должен совершенно потрясающе получиться. Давайте покажу листы. Здесь такая мешковина. На ней скелетированные листья. И что мне понравилось в этом наборе бумаги особенно, это вот эти вот надписи. Помимо того, что они такие в тему, красивым печатным шрифтом сделаны, так они еще и по содержанию мне очень нравятся. Плиту венок из счастливых мыслей. Настрой души на гармонию природы. Отдельный респект тому человеку, кто подбирал надписи для этой коллекции. С этой стороны, как видите, лист более яркий. Здесь досочки с нежнейшим вот таким вот принтом светлым. Здесь также у меня есть двойные листы, потому что я дозаказывала отдельно. Вторая сторона вот такая темная, то есть можно собирать на контрасте. О, опять досочки. Видите, вот такие с растрескавшейся краской. С этой стороны цветочный принт, луговые какие-то цветочки. У нас они называются подозборы. Вот, очень контрастный, яркий такой лист. Но при этом цветовая гамма везде выдержана, поэтому вся бумага отлично сочетается. Такой лист. А здесь сочетание акварельного принта с геометрией. Можно вырезать листы по вот этим вот сотам и сделать фигурный край. Такой лист. У меня прямо ассоциируется он с ночным лугом. Тут клевер. Лист с коробочками с семенами. И вот такой светло-зеленый, тоже геометрия, но вот цвет у него немножко другой. Дальше у меня пошли листы, которые я дополняла. Смотрите, вот такой лист для вырезания. С птичками, цветочками, душистым горошком. Очень красиво. Лист. Вот прямо лист с листом. То есть лист под микроскопом. Можно использовать его как фоновый. И с обратной стороны цветы. Такой листочек. С этой стороны еще досочки, такой же другой цветовой гаммы. Дышать одним воздухом, будем растить свой сад. Великолепные надписи. Такой. Я вам уже показывала. Извините за повторы. Как-то я не разобрала бумагу. Думала, что она у меня все по порядку лежит. Вот такой вот тоже лист с цветочками. Вот этот очень красивый, винтажный. Со старыми газетами, с потертой бумагой. Ну и все, далее листы повторяются. Их я вам показала. Также к этому набору я купила карточки. Вот такие. Их здесь так много, что я думаю, хватит не на один альбом. Карточки очень разные. Просто с картинками, с надписями. Вот видите, люблю молчать с тобой, подшупать трав. Шелест утренних звезд. Обязательно эти карточки применю в новом альбоме. Птички. Трогинки, коробочки бумага. Текстурные карточки. В общем, карточки здесь на все случаи жизни. Ну и еще что вам показать. Еще я вам хотела показать на самом деле ножи. То есть из-за этого, в принципе, я и начала весь свой обзор. Я наконец-то заказала больше ножей российского производства. Как я вам в предыдущем обзоре говорила, у меня их не так много было. Поэтому я решила исправить эту ситуацию. Я заказала несколько ножей Scrapman. Это вот такая вот маленькая салфеточка. Сейчас я вам покажу, какой у нее дизайн. Вот так выглядит вырубка. Качество вырубки очень хорошее. Она чистая. Вылетает из ножа. И сам нож тоже чистится отлично. Достаточно по нему постучать. И все вот эти конфетти из него вылетают. И вообще я люблю очень вот такие вот салфеточки. Немножко неровненькие, несимметричные. Они очень оживляют работу. Поэтому я заказала почти такую же салфеточку. Вот видите. Но она побольше размера. Это 92 на 93 миллиметра. А это 63 на 64. Эта салфетка мне тоже очень понравилась. У нее дизайн немножко посложнее, чем у этой. Вот видите. Вот так они выглядят. Эта салфетка у меня с двух прокатов хорошо вырезалась. Не с одного. Но при этом качество вырубки тоже очень хорошее. Поэтому нож качественный. Это я вам могу точно сказать. Так. Это у меня были ножи Scrapman. Вот такой вот нож Agiart. Веточка. Ее я заказала, потому что мне понравился дизайн. Она такая очень нежная, тоненькая, с ягодками. Вот так выглядит вырубка. Отличный нож по качеству. Так же, как и предыдущие. Так же Agiart не мой нож, но я брала его у подруги на пробу. Это вот такой вот ножичек. Тоже салфеточка. Она Agiart. Качество вырубки так же, без всяких нареканий. Еще я вам хотела показать нож. Но вот его я не приготовила. Вижу, что только вырубка у меня лежит на столе. Это вот такой фоновый нож от Scrapman. Невероятно универсальный нож. Им я очень довольна. Чистится легко. Вырубка отличная. И я его уже опробовала в некоторых работах. Он подходит практически к любой. Так же я вам хотела показать нож. Слова. Конструктор слов. От Scrapfriend. Я уже вам говорила, что мне мало нравятся ножи, если честно, наших российских производителей. Слова. Но от этого ножа я в полном восторге. Прошу, правда, меня извините, что он в таком у меня виде. Я им уже вовсю пользуюсь. То есть здесь вот такие вот слова. И плюс дополнительно к нему идет вот такая вот пластина с отдельными буквами. То есть мне очень понравился и размер этих ножей, и качество вырубки, и набор слов. И, в общем-то, все в этом ноже меня устраивает. Мне он очень нравится. Я сделала вот так вот, видите, на пробу отдельно буквы и пару слов, чтобы вы могли посмотреть, какой шрифт. Такой шрифт я очень люблю. Он неофициальный, подходит ко всем работам. Поэтому этот нож я тоже могу однозначно рекомендовать. Ну вот, собственно, и все, что я вам хотела сегодня показать. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Вы, возможно, приняли решение что-то покупать, что-то, возможно, не покупать. Хотя из всего, что я вам сегодня показала, мне действительно понравилась каждая позиция. Если мой обзор был полезен, ставьте плюсики. Можете писать мне какие-то комментарии, задавать вопросы. Я обязательно прочитаю и постараюсь всем ответить. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok